Ты, что это такое? Барельеф из фикс-прайса. Ещё в фикс-прайсе появились тоже очень интересные вещи. Это вот такие вот свечки. Порошок. Боже мой, мне уже страшно. Горит! Привет, мои хорошие! С вами Селена Своей и моя мама Чули. Вы всё время просите, чтобы она была, поэтому я её тоже всё время прошу. Я говорю, мамуль, ну давай с ним вместе. Тем более, когда мы снимали фикс-прайс, она увидела это и говорит, ух ты, что это такое? Барельеф из фикс-прайса. Ты, кстати, любишь, да, какие-то приколюшки из фикс-прайса? Чего ты так обрадовалась? Ну, я с Настей, когда сижу, мы там занимаемся лепкой. С пластилина что-нибудь лепим. Ну, такое вот. Тебе, короче, ты сразу подумала, что ты со своей племяшечкой что-то... Нужно было бы заинтересовать, видите. Смотрите, появились такие новые барельефы. У них очень много разных рисунков в фикс-прайсе. Стоит 99 рублей. Я не до конца понимаю, что там. Давай откроем, сделаем с тобой красоту какую-то. Если будет супер-пупер, мы приобретём много таких. Будете играть с этой нашей... Что мы видим здесь внутри? Слушай, тут какой-то порошок. Порошок. Боже мой, мне уже страшно. Я думала, будет готовое что-то, знаете, и всё. Здесь порошок. Здесь такая формочка. Сова вот эта. Только она маленькая. Тут нарисована огромная такая. Хотя... Нет, она поменьше. Формочку поменьше. Потом краски. А кисточка? Там нету? Нету. Пальцы можешь рисовать? Нету, значит. Нету. Ладно, кисточки нет. Давай, читай инструкцию. Что делать-то надо? Ребёнок должен работать с набором под ваше наблюдение. Ребёнок должен удобно сидеть. Накрыть надо его клеёнкой или газеткой. Ну, я имею в виду стол, да? Дальше. Ребёнку удобнее всего работать в фартуке или старой одежде, чтобы не бояться испачкаться. А мы, мам, с тобой нарядились. Красотки. Сейчас мы не боимся испачкаться, но мы взрослые. Необходимо мыть руки после работы с набором. Избегайте вдыхания гипсового порошка. А-а-а, это гипсовый порошок. Боже. Избегайте попадания гипса в глаза. Если это всё-таки произошло, необходимо промыть глаза или обратиться к врачу. Содержимое набора рекомендуется использовать только по назначению. Врача? Запрещается выливать жидкий гипс. Канализацию. Итак, перед вами наш набор. С чего же начать? Внимательно прочитайте всё, что здесь написано. Руководство к действию. Итак, мы решили эту коробку использовать. Прочитали внимательно инструкцию. В общем, смотрите, как мы делаем. И повторяйте с нами. Не надо отсюда. Давай, тут меня закроем. И вырезать вот здесь. Вырезать вот здесь. Мы сейчас вырежем отверстие. За мной не повторять. Делать всё аккуратненько. Это я. Я всё делаю быстро. Так, делаем такое отверстие, чтобы наш барельефчик немножко погрузился, а края остались наружу, да? Ну да. Побольше, наверное. Вот такую дырочку, смотрите, я сделала. Села. Ну ещё чуть-чуть, чтобы она села хорошо. Это я тут убью немножко. Стихийное бедствие. Тут убеет. Там убери. Не люблю, я люблю. Нажал на кнопку, всё убралось. Так. Поверни это. Ну, легло нет. Вот это. Вот легло. Ура! Лежим. Дальше аккуратно открывай гипс. Может, ты сделаешь? Это гипс, это как алибас. Может, ты сделаешь ты, я могу неаккуратно это сделать. Маленький, может, маленькую, может быть, малюсенькую. Давай, чтобы оно сильно не пыль не поднимало. Мы взяли одноразовый стаканчик. Сколько примерно надо? Нужно три части гипса и две части где-то. Гипс не вдыхаем. Ну, чтобы потом не добавлять, давай уже сразу. Так, нормально? Да. Смотри, мы сделали с тобой сейчас одну третью гипса. Мы всё будем делать на глаз, должна быть консистенция сметанки. Я взял. Давай, ты наливай, я мешаю. Да? Стой. Помещаем. О, пошло! Мы, по-моему, перелили водички. У нас уже сметана не получается. Сейчас, добавим гипсу чуть-чуть. Опять этот порошок. Сейчас мы целый стакан с тобой намешаем. Давай, чтобы как сметанка получилась. Ещё. А если получится жидковато, не страшно, а просто будет душа засыхать. Мама, ты знаешь, что? Ну, сольбастры не раз выходил сталкиваться, замазывать при ремонте дырки на стенах. Ещё. Тут кефир пока только. Причём жидкий. Ещё, ещё, ещё. Ещё. Так. Какая сметанка получилась? 15-процентная сметанка получилась. А вот эта. Ну, это и сметанка ещё мало. Подожди, я ко мне ощути. Я яшин, как кефир какой-то. Ощути. Не, ну, в принципе, это нормально, чтобы уже залить. Ну, всё, давай заливай. Заливай. Тут ещё надо трясти, чтобы дырочки не остались. Дырочки замазались. Что-то, мне кажется, у нас куски какие-то там остались. Это как профи прям, наверное. Так, теперь палочкой надо потряси. Да, потряси. Чуть-чуть потряси. Ой, ну, сразу. Может, не надо палочкой? Смотри, как красиво ровненько мы сделали. Ну, может, и не надо. Вообще, там написано, что палочкой вот так вот взять ровненько и убрать. Но это если у вас вот так вот на краях всё пока было, у нас-то всё чётенько, видите? Минуту сказали трясти. Ты хочешь ещё куда-нибудь залить? Нет, вот это то, что в стакане останется, это застынет и выбросить надо будет в ведро вместе со стаканом. Ай, ну типа... Не выливать в унитаз, не выливать в умывальник. А, да, в унитаз не выливать. В канализацию нельзя. Смотри, мы трясём, и на поверхности лопаются пузырьки, чтобы поверхность была гладкая, когда мы всё сделаем. И ещё, смотрите, у нас получилась, знаешь, такая горочка небольшая. То есть у нас будет, он весь красивый такой и горка. Если мы хотим, чтобы был прям ровный, то да, лучше, конечно, смахнуть. Но я не хочу смахивать, хочу так оставить. Пусть будет с горкой. Такая жопка у нас получится. Сказали, что застывает это всё в течение трёх-четырёх минут. И потом нужно дать целый час настояться. И только, да, целый час настояться можно вытаскивать через час. А через два-три часа красить можно. А через час вытаскивать? Ну-ка, посмотри инструкцию. Ты что, мне не веришь? Если хотим петелечку сделать, то можно было бы взять толстую ниточку какую-нибудь. Да, и засунуть. И положить сейчас пока жидкое, чтобы оно застыло. И будет петелечка, если желание повесить. Тебе нужна петелечка? Ну, мне не нужна. Примерно через час аккуратно вынимаем отливу из формы. А через два-три часа мы можем уже красить. Лучше, конечно, завтра красить, но мы будем красить через два-три часа. Поэтому вернёмся попозже. Ещё в фикс-прайсе появились тоже очень интересные вещи. Это вот такие вот свечки. Когда-то давно я делала мыло из фикс-прайса. Кстати, очень понравилось. Очень много девочек посмотрели видео и сказали спасибо за видео. Сейчас я увидела невероятные свечки. Смотри, пироженка какая-то. Это же очень клёво, когда что-то можно сделать своими руками. И стоит это 77 рублей. Мы сейчас тоже, пока наш гипс застывает, с мамой это попробуем сделать. Мне очень нравится пироженка. Там были разные. Там была роза, ещё что-то было. Но я выбрала пироженка, оно оставалось там одно. Я думаю, что его все просто разбирали. Значит, тут в комплекте у нас идёт инструкция. Вот верёвочка уже идёт. Вот там не могли сделать верёвочку? Мы должны искать её, эту верёвочку. Потом идёт вот какой-то такой набор, как пластилин. Прямо на пластилин похоже. Зубочистка и... Нож. Нож. И серп написано. Десерт. Делала, когда эта пластилина? Ну, это, наверное, воск, но похоже на пластилины. Наверное, так же лепится, как пластилина. Слушай, надо же инструкцию. Ой, слушай, он мягкий. Мягкий. Попробуй. Давай инструкцию почитаю быстренько. Кофе дай сюда, пожалуйста. Это вот давай тебе. Давай сюда. Итак, мы с мамой быстро прочитали инструкцию. В общем, сейчас нам нужно из нашего воска, это воск, вылепить коржи. Вот такие, как на картинке. На инструкции, ну, рассказано, что сначала скатайте шарик, потом его вытяните, потом его затяните. В общем, там целая инструкция. Мы сейчас будем с тобой делать. Значит, смотри. Сначала у нас идёт белый. Будем делать, как на картинке. Ну, и по инструкции, естественно. Да. Три коржа нам нужно взять белых, но потом на капли ещё оставить нужно. Две. Значит... Две капли или две. Берём белый воск, делим его на три части по инструкции. Правильно? Да. Я пока возьму коричневый и поделю его на две части. Ты прям ножичком всё на шоколадку попал. Ну, я же с пластилином уже занималась, слышно. Ай, ну, ты же племянница. Так, а на капли там надо белый воск? Да, я же и говорю, на капельки оставь ещё. Отщепи. Отщепи вот откуда-нибудь. Вот отщепи отсюда и отсюда. Один большой он сверху. Там две капельки надо, да? Да, сделаем две. Так, работаем как с пластилином, в принципе, да? Ой, как... Боже, а как для рук это полезно. Какая моторика, смотри. У меня уже руки болят. У меня уже подушечки накачались. Вот, кстати, вот это вот с Настей, мне кажется, будет уже интереснее. Потому что мы с пластилином липем. Ну, больше, конечно, леплю я. Ну, она там помогает шарики крутить, например. Так. В общем, скатываем шарик. Потом его сплющиваем. Так, к рукам ничего не липнет, в принципе. Но остается какой-то лосковой эффект на руках. Все, он маленький получится, тортик-то. Он будет маленький. Вообще, это супер вот такая мини-свечка. На картинке он большой, ну, такой-то, да. Ну, в принципе, она же не должна быть плоская свечка. Она у нас, как бы, свечка все-таки. Она будет манюнь-на-манюнь-на. Давай, да, сверху идет. Уже пару коржей готово. Мам, как в детстве? Мы с тобой лепим. А мне нравится с пластилином заниматься. Вот когда с ребенком занимаешься рисованием, ну, ему быстро становится это скучно. Тем более, ребенок рисовать-то не умеет. А пластилины лепим. Ай, слушай, у меня уже все косточки. Да, у меня уже... Интересно, да? Я придумала для фикс-прайса этот лозунг. Фикс-прайс объединяет. Девочки, купите вот такую свечечку, сядьте с какими-нибудь своими близкими и просто попробуйте это сделать. Вспомните детство, да? Вспомните детство. Это прикольно даже для взрослого. Свечка получается очень маленькая. Вот такой. Я думала, она будет, блин, там с руку. Ой, хорошо сидим, да? Если бы еще никуда не спешить, так сидеть, ковыряться, да, было бы здорово. Мы практически все сделали. Сейчас уже осталось нам его собрать. Какой-то нелепый у нас такой. Очень даже ничего. Ну, можно было бы по площади сделать, но первый раз прощается. Так. Так, теперь давайте ягоды в руку. Ягоды просто мы так, кругленькие кладем. Так, открываем ниточку и... У нас вот получилось, смотрите, что... Ой, мы с тобой, конечно, вообще... Открываем ниточку, берем зубочистку. И вот этой зубочисткой мы туда эту ниточку продеваем сейчас. Только непонятно как. Вообще бы, если бы был крючок, может быть, крючком... Если у кого есть крючок, мне кажется, крючком было бы удобно ее вытащить. Проткнуть и вытащить. И она застряла. Кусочек тут вот ниточки. А, ну, может быть, есть за что потянуть. Давай попробуем. Да нет, она вон сейчас скупожилась у меня, видишь? А кусочек маленький только здесь. Надо что-то придумать. Все, я сделала это. То есть насквозь я протащила ее. И тебе лег. Май, неси зажигалку. В общем, вот такой у нас получился, смотрите, тортик красивый. Да? Вот он. Теперь мы его зажигаем. Другую. Да что ж такое? Вот кто-то чиркал там. Ейственный момент. Only... Что она потухла? Ну-ка. Потому что нитка ее... Обычно нитка в свечах, она, мне кажется, воском или чем-то пропитана. Кусочек воска на нее налепил. На головочку. Давай чуть-чуть ее выкину еще. Слушай, ну это уже, по-моему... Это лайфхак. Это уже наши фантазии. А что, она раз и потухла? Нормальная свечка? Не, ну это нитка, она вот сгорела, как обычная ткань. А воск? А горит дальше? Ну-ка давай назад ее чуть-чуть. Давай. Ну-ка. Горит! И сколько она так будет гореть, интересно? Ну, теперь она должна, как свеча, гореть, потому что вокруг нее воск, правильно? Да. И он плавится потихонечку и поддерживает горение свечи. Вот. Какие мы молодцы. Смотри. Вообще класс. Ну, если на руку капнуть. Ну, зачем? А я в детстве капала, чем? Не, ну она вон потихонечку плавится, как свеча, и будет гореть. Свеча горела, свеча горела. Смотри, вот этот хвостик можно лишнее врезать. И просто его там на донышке, как, пусть останется. Нам нужно, у меня, сфотика. Вот так вот. Раз, и вот, и пить сюда. Пусть на нем стоит. Смотри, он льется, капает вот этот воск, и пирожное становится еще более вкусное. Ой, смотри. А-а-а! А-а-а! Можно потушить свечку, мне кажется. Короче, вот. Вот, кстати, между пальцами очень больно. Горячий воск. Загадывай желание. Потом дуй, давай. Загадала? Загадала. Дуй. А-а-а! 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 Он такой горячий. Ну, а то. Вот не со всеми свечками. Слушай, у нас осталось еще кусочек такого цвета, и кусочек такого цвета, и ниточки кусочек. Что ты можешь сделать? Что можешь сделать? Давай сделаем раз колбаску, два колбаску, и сделаем еще одну свечечку. Давай скатаем две колбаски. А, честно, как в церкви? Нет, она у нас будет красивая. А-а-а! Я знаю, ты хочешь ее скрутить? Скрути. Как это? Жгутик. Как это? Жгутик. Ну, давай. Жгутик. Жгутик. Красота. Страшная сила. Свеча горела. Ровнее поставим, срена, завалится сейчас у тебя. Ну, сначала выключим ее. Ну, вроде горит, все нормально, все работает. Молодец, мама. Все. Подожди. Это лучше пластилина. Да, я покажу. По крайней мере, практичнее. Да, с огнем, конечно, деткам, только это опасненько. Вот. Более взрослые должны этим заниматься, да? Ну, лепить дети могут. Да. А зажигать уже взрослые. Какая. Все. Чудесненько. Две поделки у нас сделаны. Тихо, 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 тихо. Две свечи получили, да, у нас. Наколдовала. Да, две свечи у нас получились. Что у нас с барельефом там, покажи, кстати. Да что ты тут это? Вот берешь вот так. Ну, аккуратно, чтобы не сломалось. Ой, там. Гипс, он хрупкий. Нет, сначала со всех сторон надо. Смотри, он еще не совсем застыл, он еще мягкий. Ну, когда он хорошо застынет, тогда надо будет его вынуть с этой формочки аккуратно. Пока еще плохо застынет. И потом можно будет просто брать краски, тоненькую кисточку и разукрашивать, как на картинке, там разными цветами, вот эту вот совенку этого. Да, может быть потом мы раскрасим через какое-то время, потому что сейчас я уже убегаю по делам. И потом оконцовочку вам покажу все это. Что тебе больше понравилось, свечка или барельефчик, если выбирать? Ну, свечка мне понравилась, лепить все-таки интереснее. А здесь просто гипс разбавили, налили, в общем. И, кстати, кисточки здесь нету, вот это вот никак. Ну, тут самый главный будет процесс, это разрисовывать. Но ребенок совсем маленький, здесь маленькие детали, в общем, нормально разрисовать не сможет. Уже взрослого. Это, в общем-то, да, это уже для взрослого ребенка гипс. Например, как моя мама. Да. А свечку это как пластилин лепить очень интересно, удобно. И мне кажется, ребенок уже, ну, по крайней мере, там, Насте 2,5, уже она сможет это делать. Ну, да. Вот я вытащила, какая штучка получилась у нас, гладенькая такая. С другой стороны вот такая. Ну, вообще нужно было бы убрать сзади, чтобы не было вот этих краев. Сейчас я попробую ее разукрасить. В общем, вот я раскрасила. Не судите строго, на самом деле, это такая долгая, кропотливая работа. Очень аккуратно нужно. Единственное, что не все цвета соответствуют картинке. Розового, например, нет. Но там есть белый, который можно, в принципе, смешать с другими цветами, и все будет. Хорошо, когда много воды, тогда хорошо ложится. В принципе, легко все, просто нужно много времени. Это так, на скорую руку. Такая штучка. В общем-то, увлекательно. Все, нам понравилось. В принципе, вот такие приколюшки новые появились в фикс-прайсе. Бегите, берите. Очень все интересненько. Все, любим, целуем, прощаемся. До следующего видео. Пока-пока. 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 Продолжение следует...